В Якутии планируют ужесточить наказание за нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов. Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня на заседании правительства региона. Документ разработали в связи с введением федерального закона. Всего же на заседании рассмотрели 16 вопросов. Об этом подробнее в следующем материале. На заседании рассмотрено два сценария прогноза социально-экономического развития Якутии на 2018-2020 годы. Базовый сценарий предусматривает реализацию деклараций компаний, получивших налоговые послабления. Темпы роста волового оригинального продукта по данному сценарию будут определяться динамикой производства в добывающих отраслях. Развитие сферы услуг сельского хозяйства и перерабатывающих производств, ориентированных на внутренний республиканский рынок, будет зависеть от динамики доходов населения. Среднегодовые темпы роста волового оригинального продукта по данному варианту в 2018-2020 годы прогнозируются на уровне 103%. Наши предприятия в основном ориентированы на внешние экспортные рынки и выручка у них в валюте пересчитывается в рублевый эквивалент уже пониженным курсом. Мы, конечно, по концу текущего года ожидаем снижения прибыли наших рентабельных компаний. Но при этом хотел бы отметить, что показатели 2016 года за весь прогнозируемый период до 2020 года, они по оценке прибыли рентабельных компаний не будут достигнуты. К 2020 году они составят порядка 174 миллиардов рублей против 274 миллиардов рублей за 2016 год. Также министры рассмотрели проект закона о наделении полномочиями муниципальных образований по выплате компенсационных расходов на отопление, освещение, оплату жилого помещения педагогическим работникам в сельской местности и в рабочих поселках. Полностью вопрос согласован и эти деньги должны получать, ну как всегда, эти деньги перечисляются в муниципальное образование, но с этого года в связи с принятием нового закона деньги будут поступать в виде не субсидий, а субвенций. Это будут адресные деньги, которые заложены у нас в государственном бюджете, в частности в программе развития образования. Если проект закона утвердят, появятся и новые механизмы при реализации открытого государственного управления. Мы должны четко те цели и задачи, которые поставлены руководством республики, прописать в своей публичной декларации целей и задачи. Это делается в форме такой инфографики. Конкретно пишутся механизмы, которые, например, направлены в части, допустим, людей, части поддержки общественных инициатив. Это может быть часть грантовой поддержки, это может быть общественное обсуждение проектов. И конкретно указывается, какой курирующий заместитель министра работает в этом направлении, и самое главное, какого результата мы хотим добиться. На заседании было решено установить величину прошиточного минимума неработающего пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии на следующий год. Величина с учетом прогнозных значений индекса потребительских цен утвержден в размере порядка 14 тысяч рублей. Для первой зоны республики чуть больше 17 тысяч рублей. Для второй зоны 13 с половиной тысяч рублей. Александра Хопкова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.